Дорогой друг, у нас сегодня 9 сентября и я решил в этом году еще раз посеять рожь, ну как сидерат. А зима, она весной будет стоять зеленым ковром и мы с вами проведем еще один эксперимент. То есть, посмотри, зеленка состоит из двух коробок. Мы с вами здесь сеем рожь, а здесь лежит сено. И в момент высадки рассады я рожь состригу и замульчирую сено. Отсюда мы просто высадим рассаду без всего. И сравним с вами, действительно ли рожь является аллелопатом для томатов, ну так же для других садовых культур. Я уверен, вы знаете такую науку, аллелопатия, это неприязнь, несовместимость разных растений друг с другом. И я уверен, вы тоже знаете, что рожь является, если не единственным, то может быть вторым растением по агрессивности к другим растениям. То есть, или помидоры, или перцы. Так что мы с вами, чтобы удостовериться в результате, я хочу сказать, что на голой почве рожь может быть аллелопатом для других растений. При ее срезании, во время высадки рассады и последующем обильном мульчировании органическими остатками, такими как сено, солома, она не будет являться, ну таким антагонистом к помидорам. Давайте сейчас я посею рожь, вот у меня, смотрите, вот у меня есть остатки, это я покупал еще давным-давно. И мульчировать я не буду сеном, потому что рожь все равно ее приподнимет. А я немножко припорошу вот опилками. Опилки у нас получится с вами такая гремучая смесь для растений томата. Но это уже будет в будущем году. Итак, давайте, я буду сеять обильно, чтобы сходы были густыми-густыми. Ну, как вы понимаете, сидерат, он и сеется на то, чтобы набрать зеленую массу. Ну, мы с вами все это на будущий год и как раз протестируем.